я музафаров амир имам мечети рахмат председателем ром рахмат являюсь имамом мечети с 2005 года председателем ром являюсь 2008 2009 года примерно да 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 ну поскольку вот все то что вокруг нас она как бы и для нас самих прежде всего не до конца понятно поэтому я расскажу примерно но в общих чертах общую картину всю то что было вот чтобы выводы делали вы сами во первых самое главное самое важное то что мы лично мы я как имам мечети и председатель общины мусульманской то что я вижу и с чем я столкнулся то что в нашей стране к сожалению то что называется борьбой с экстремизмом носит такой галочный лицемерный характер то есть создается отдел по борьбе с экстремизмом в каком-то городе и даже если в этом городе экстремизма никакого нет никогда и не было то этот экстремизм там должен появиться рано или поздно потому что создан отдел по борьбе с экстремизмом сам я родился в сверловске и вырос я не приезжий человек и вот это вот все то что нам стараются вменить в вину то что но прежде всего мы виноваты в чем подождите вот я как бы уточню насколько мне известно то город который 15 лет назад передал вам здание вопрошенной школы сейчас разрывает с вами договор о передаче этого здания и вы пытаетесь сидеть в порядке пропустили что у вас не очень получается насколько я понял что помимо юридической стороны вопрос состоит в том что начинается ваше право получить это знание собственности есть некая подоплека этого дела в чем она наразляется какие к вам претензии кроме того какие собственно к вам претензии ну смотрите вот то что я вот раньше сказал да у нас последние годы последние два года особенно последние два года особенно очень нас беспокоили вот с этими частыми обысками осмотрами так что мы даже не понимали разницу между обыском и осмотром и и то что якобы находили у нас там экстремистскую литературу и всего один раз административный суд вынес нам вынес решение о штрафе найденная книжка в бытовке у сторожа единственном экземпляре и прокуратура вменяет вину хранение с целью распространения мы пытались оспорить естественно суды все оставили это без изменений вот за это нам был вынесен штраф 50 тысяч но ведь важно сказать об этом говорят сейчас и муфти сравнительно недавно нам пару месяцев назад сказал то что весь этот список якобы экстремистской литературы нужно пересмотреть там около двух тысяч изданий и большая часть этих книг это классическая литература исламская богословская книги написанные 700 800 лет назад и эти книги не являются переведены наверное на все языки мира эти книги не являются запрещенными ни в одной стране мира но в данном случае шла речь о книге сира пророка мухаммада автор аль-мубарка фури но тем не менее дело не завершено дело они этим только-только начали раскачивать и только начинать то есть в общем то мы как я считаю не давали никакого повода властям чтобы вот с нами вот таким образом обходиться да где-то полтора года назад приходили чиновники из городской областной администрации просто беседовать с в сердцах в общем обмолвился считаю что несколько не сказал ничего особенного сказал всего лишь то что вот это вот нехорошая компания у нас в стране по поводу запрета книг связана с запретом книг не очень правильно это и вообще как бы не метод и не неправильные книги эти но самое интересное что в судебных постановлениях мне вручали два года назад в отделе по борьбе с экстремизмом целую кипу вот судебных решений по этим якобы экстремистским книгам 95 или 98 процентов изданий которые в списке экстремистской литературы там не говорится в судебных постановлениях не пол слова не пол слова о том какие слова являются разжигающими розни или призывающими к вражде да ну вот ближе к делу и вот в общем в общем вот нас в екатеринбурге вот нашу организацию давно еще дома его прихода сделали как бы такими вот изгоями не хорошими парнями вот они потому что они бородаты потому что они учились с саудовской аравии потому что ну вот такие вот надуманные моменты вот ну и все это раскачивалось раскачивалось до тех пор что когда год назад и мы кстати формально сами даже спровоцировали комиссию прошлом году которая пришла и якобы выявляла у нас какие-то нарушения но нарушений там серьезных никаких не было и нет у нас было намерение построить облагородить внешний облик мечети построить минарет ну и облагородить внешний облик там строительство минарета мы добивались разрешения и сами в общем то позвали комиссию комиссия должна была прийти там но это бюрократические формальности комиссия приходит там осматривает уходит делает какие-то замечания и вот после этой комиссии год назад в апреле 4 апреля приходит письмо о расторжении договора приходит письмо я в тот же день звоню чиновнику который ответственный вот слушать я я я рассказываю в этот же день в этот же день когда пришло когда мне вручили письмо под подпись о расторжении договора в этот же день я дозваниваюсь до того чиновника который оставил свой телефон и я спрашиваю а в чем дело вы расторгаете с нами договор она говорит вот мы же были у вас комиссии там месяц назад в феврале там полтора месяца назад я говорю ну да были мы в общем то вас и позвали потому что хотим построить минарет а вот у вас такие-то такие-то нарушения вот там не согласовано там ремонт внешний там внутренний что-то залом там и так далее я говорю ну в общем то там все в порядке документы есть и согласовано то что не в порядке но мы устраним как бы нет проблем с этим она говорит вот там у вас указан срок до 6 июня вот до 6 июня исправляйте эти недостатки которые я вам сказала но ему успокоились потому что за за нами не как ничего серьезного не было вот вот там действительно на территории мечети были там киоски как бы мы их убрали когда они пришли 6 июня они удивились готовы убрали что ли я говорю ну да вы сказали убрать мы убрали они пришли просто сделать акт о том что мы продолжаем занимать оказывается место и они уже с нами расторгли договор через две недели они подают в суд о том что нас выселить оттуда о том что они расторгли с нами договор и пошли мы с ними дальше уже судиться вот важно отметить здесь то что есть это я все вот такой части касаюсь и в рамазан вам подробнее и лучше можно может рассказать есть федеральный закон относительно новый 2010 года о передаче собственность религиозным организациям не целевой недвижимости которая была перепрофилирована то есть было передано бесстрочное безвозмездное пользование и личную сторону вопроса мы как бы обсудим да 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 с вами словами если я понял вот суть претензий к вам заключается в том что у вас там были на территории киоски и вы как-то согласованы там да 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 но тем не менее они ведь даже в суде не сказали об этом что мы расторгаем договор то есть в суде они стали Они стали утверждать, что в суде они ссылались на то, что они расторгают договор с нами просто в одностороннем порядке. Сам договор не в нашу пользу. То есть формально они как бы правы. Но вы полагаете, что подоплек этому, это такие вот подозрения у вас в средневских настроениях и в основу этих подозрений лег факт однократно. Да, да, да. Слушайте дальше. Мы пошли, это уже все после июня. Мы пошли, я собрал несколько человек из общины, там из стариков. Мы пошли в управление, в департамент имущества. Вот. Ничего. После этого, там спустя где-то месяца полтора, я пошел один. А зачем вы пошли? Что вы хотели? Ну, мы хотели выяснить, договориться как бы с... Там есть человек ответственный, да, глава департамента имущества, да, который, собственно, он же ответственное лицо. С ним вот этот вот договор заключен, и от него... Формально от него исходит эта инициатива расторжения договора за его подписью. Он глава департамента имущества. И вот он мне, хотя там в разговоре присутствовал еще, ну, его секретарь, он там обязан был, видимо, присутствовать по их, там, регламенту. Он заявил прямо, глава департамента имущества заявляет откровенно. Говорит, поймите меня правильно, я инструмент в чужих руках. Мне дали указания, и я по-другому не могу. И единственное, что я вам могу обещать, так он сказал, что, ну, мы там, ну, чтобы это от мусульман далеко не ушло, мы можем передать это другой организации, другому муфтияту и так далее. То есть то, что преподносятся сейчас, забирают у нас, передают другим, это они уже переиграли, то есть они подключили вот это вот центральное духовное управление задним числом. Когда в СМИ летом, осенью был резонанс какой-то нежелательный для них, то есть они нас, в общем-то, с самого начала хотели просто закрыть. Даже не разбирать. Такой вопрос, вот сейчас это мечеть у вас, когда-то это была школа. Насколько я понимаю, что вы ее как-то переоборудовали в целевом образе, в такой мечети. Если как бы у вас забрать, то дальше что я сделал? Они хотели назад вернуть ее в школу, или что я сделал? Смотрите, поскольку оно изначально передано было общение, как мечеть, было передано под мечеть, и это зафиксировано в официальных документах БТИ, то есть это здание передано под духовный центр мечеть. И даже старики в 99-м году, когда передавали администрация района, когда передавала это здание, они еще тогда говорили, вот вы нам сейчас отдаете, а потом мы будем вкладываться здесь, ремонтировать, строить, а вы у нас заберете в любой момент. И глава администрации написал в решении, это не в договоре, а в решении, передать безвозвратно. Этот документ мы нигде не можем найти, он где-то хранится в архивах, но он либо его не показывают, либо он уничтожен. Но этот документ есть, со слов тех, кто был свидетелем передачи здания в 99-м году еще общения. Вот. И официальный документ также является Бюро технической инвентаризации, то есть это здание передано под мечеть, духовный центр, не просто передано там кому-то как-то, где-то это здание числится, непонятно чем. Более того, здание это в каком виде его передали, это практически был аварийный барак, без коммуникации, без стекол, без полов, с прохудившейся крышей. За 15 лет средства, которые вложены были туда, средства сопоставимые со строительством нового здания, там больше 15 миллионов рублей было туда вложено за все это время. Это не считая асфальта, там, двора, не считая забора кирпичного, не считая всего. Нет, я понял, что вы немного там поработали. Да. У меня вопрос, что из этого здания хотели сделать от обратной? Ну, они же нам не говорят, то есть они расторгают договор в одностороннем порядке, мы им сдаем здание, это не наше дело, то что они хотят из этого сделать. Но когда в СМИ более-менее пошел резонанс, то что вообще по совести, по-человечески это неправильно и нехорошо, но как это так? Мусульман забирают и там за нас начали вступаться некоторые там, некоторые журналисты объективно в кои-то веки. Все время они влили, в общем-то, воду на их мельницу и освещали нас в таком неприглядном виде, что вот мы там экстремисты и так далее. А тут в кои-то веки они более-менее объективно осветили информацию, сказали, что ну даже если бы там собирались кто-то, вот это все равно не выход и это вовсе даже не правильный вариант вот таким образом закрывать мечеть. А потом куда эти люди разойдутся и вообще вот когда это пошло, тогда они скорее всего изменили, приняли такое решение оставить это как мечеть, но передать другому духовному управлению. Но все равно мы же, вот сейчас придут судебные приставы, мы же здание передаем там не другому духовному управлению, как мечеть, вот мы уходим, а передаем другим. Мы же здание передаем департаменту имущества. А скажите, пожалуйста, а вы сейчас в каком духовном управлении? Мы в духовном управлении азиатской части России. А собираются в центральную духовную? Собираются передать, ну по договоренностям, якобы то, что на слуху у всех, на центральному духовному управлению. Я понял. А этот вариант почему вас не устраивает? Ну во-первых, это незаконно, это же вмешательство внутренние дела религиозных общин, что значит у одних забрать и другим передать. Ну чем вас это не устраивает? То есть насколько я понимаю, что главный аспект это то, что вы уходите из-под муктия, которая является для вас авторитетом, муктия, которая для вас не устраивает. А так вопрос же так не стоит. А как он стоит? Вопрос стоит то, что мы вообще уходим. Понимаете? А они ставят там своего имама, они же мне не говорят, вот ты со своей общиной, как есть там, поменяй устав и переходи в другое духовное управление. Вопрос ведь так не стоит. Вопрос стоит так, что вы плохие, потому что вы учились в Саудаскараде. Позвольте, позвольте, я как бы уточню. Насколько я понимаю, в мечеть приходят люди, которые живут в неких отрестках, да, этой мечети. Да. И насколько я понимаю, что если там убрать мамы, разогнать этот джемаат, поставить новую маму, то кто туда будет ходить в таком случае? Ну, смотрите, да, справедливости ради скажем, то, что в больших городах, в мегаполисах у нас в России, вот в Москве, Петербург, Екатеринбург, в больших городах, в общем-то состав прихожан мечетей, больших городов, он принципиально не отличается. Нельзя сказать, что в эту мечеть преимущественно ходят там, ну, например, таджики, а в эту мечеть преимущественно ходят там татары или дагестанцы. Нельзя так сказать. То есть наполняемость всех мечетей, там, сколько бы их ни было в городе, там, немного, относительно Москвы, это вообще очень маленькое количество мечетей, там, на всю Москву, насколько я знаю, там, 4 или 5 мечетей. То есть примерно одинаковый. И здесь вопрос, да, останутся те же самые прихожане, останутся те же самые прихожане, по сути, они и говорят, и это и в департаменте имущества заявили, он говорит, не от меня, говорит, это, а от тех, кто надо мной стоит, в основном, говорит, претензии к вам, лично к вам, ну, то есть к руководству мечети. Вот. Но я не могу понять, то есть мне какие намеки давали, на что, то есть я что-то публично не так высказал, что ли, где-то я не то что-то сделал. Вот этого я усиленно добиваюсь от всех, и от сотрудников ФСБ, и от полиции, и разные, там, варианты ответов. Вот, якобы, там, вот, от вас, там, едут, уезжают за границу, там, участвовать в незаконных формированиях. А там, и факты были? Факты чего? Ну, что от вас кто-то, там, допустим, уехал в Сирию, там, да? Ну, может, и были, но ведь я за это персональную ответственность как могу нести, если я с минбара мечети к этому призываю, или в лекциях, проповедях, на уроке, или даже в приватном разговоре, есть этому свидетели, я, я говорю, с минбара мечети, на уроках, или на лекциях, или в приватном разговоре, сказал приказанам мечети, вот, знаете, хорошее это дело туда поехать, пожалуйста, езжайте. Если бы так было, то тогда да, а ведь этого не было. Ну, я понял. Хорошо. А разногласия там, а вы как-то пытались говорить, допустим, с руководством СДУМа, может быть, там, с ними как-то какой-то общий вид должен найти, может быть, переход падать в крышу? Ну, вот это вот сейчас только обсуждается, как бы, ну, в общем-то, они неохотно не идут. Вот есть, как бы, между мной и СДУМом люди, которые общаются с ними и со мной, они больше с нами общаются, в общем-то. Но они как-то не очень охотно идут на это самое. Я их, ну, не напрямую, конечно, я их через этих людей даже приглашал в мечеть. Я говорю, ну, раз такое дело там, допустим, пусть они придут. Я готов им даже передать и показать какие-то вещи, пусть они там. А что у вас за разногласия с ними? Да я, собственно, даже не знаю, ну, какие-то разногласия могут быть вообще, ну, в религиозном плане, да? Ну, в религиозном плане, в религиозном плане, какие есть разногласия. Почему вы их не отправили? Ну, ну, я откровенно, я не понимаю, почему. Потому что, смотрите, у нас в стране, к сожалению, такое вот понимание у этих некомпетентных, плохо образованных, глуповатых даже чиновников, в их понимании лояльность, это означает, вот ты должен на каждом углу там кричать, голосуйте за единую Россию, или вот наши правители, они самые лучшие, самые мудрые. Вот это они понимают под словом лояльность. А то, что каждый на своем месте просто нормально, по совести, по чести выполняет свою работу, это им не нужно и это им непонятно. Потому что, коль скоро они борются с религиозным экстремизмом, есть единственный путь бороться с этим. То есть, то, что они понимают, плохое под словом религиозный экстремизм, это пролитие крови не по праву людей. Единственный путь бороться с этим, это разъяснять этим людям, которые этим занимаются, то, что религия не оправдывает этого. То есть, религия не оправдывает пролитие крови без права. Мусульманина или немусульманина. Можно, они считают, борьба с этим, физически уничтожать этих людей, сажать их в тюрьму на большие сроки. Но все это не метод, потому что даже арифметически людей становится больше. И они сажают людей, и они уничтожают физически людей, рождаются, приходит новое поколение. И проблема остается. А скажите, пожалуйста, ну хорошо, я понял, то есть, в принципе, насколько я понимаю, что так официально озвученная притензия о том, что вы там что-то не так отремонтировали, у вас там плески были, это ширма, за которой скрывается некий набор обвинений вас в экстремизме, в том, что я как бы кто-то уехал на тех активе, что вы не могли физически прокомпровироваться в реальности. Но это как бы понятно, то есть, обвинить вас в этом нельзя, потому что это были эти доказательства. Но там в отчаянии нам хотят это брать, тем более, что вы не, ну скажем, прямо не лебезили и не заискивали перед властями ученика. У меня вопрос, да, а что сейчас будет дальше, какие ваши планы, какие ваши действия, что вы намереваете делать? Ну, смотрите, вот формально, то, что касается юридической стороны, у нас остается еще подача ходатайства об отсрочке исполнения, то есть, у нас прошла апелляция, будет касаться еще, но касаться будет она, независимо от того, когда она будет, мы-то должны будем освободить здание, поскольку решение вступило в законную силу. Но есть такое положение, как ходатайство об отсрочке исполнения. Вот если на днях, вот буквально на этой неделе, завтра, послезавтра, наше ходатайство об отсрочке исполнения примут, то у нас еще остается время. Но еще раз скажу то, что закон вот этот федеральный о передаче собственности религиозным учреждениям, он был просто игнорирован наглым образом, потому что это департамент имущества, администрация города, это официальные структуры, они на официальные письма и на официальные запросы, если отвечают лживо или неправильно, то есть они должны нести за это не просто ответы, ну то есть суд должен принимать нашу позицию. Мы же к ним обращались о передаче в собственность здания неоднократно, и в пятом, и в шестом, и в восьмом году, и в прошлом году обращались. Они на это отвечают официально. Нет закона, который бы позволил нам передать вам здание в собственность. А как закона нет, когда именно закон есть об этом. И этим законом пользуются успешно, православные, например. И вообще смысл и суть этого закона, насколько я понимаю, вспоминая ситуацию даже с начала и середины 90-х годов, и когда передавали эти здания, она, наверное, сводится к тому, что вот у нас в советский период было такое то, что храмы, мечети разрушались, и отбирались, и делались там комсомольские ячейки или склады и так далее. И вроде бы как, вот в постперестроечный период, осознав неправильность такой политики в отношении религии, чтобы хоть как-то компенсировать верующим, передавались какие-то здания бесхозные, естественно, полузаброшенные, вот, чтобы хоть как-то компенсировать то, что было уничтожено там в 29-30-м году и после 30-х годов, вот. Екатеринбург до революции, 100 тысяч населения, и среди них 5 или 6 тысяч мусульман. И 5 или 6 молельных домов, мечети в Екатеринбурге до революции. И это никому не мешало, и это не создавало никаких проблем. А сейчас почему-то на 2-х миллионный город, или там почти на 3-х миллионный город, и количество мусульман в процентном соотношении намного выше, чем до революции. Уже это не 5 процентов, и не 6, а больше. Нет 5 мечетей. Я понял вас, спасибо. Вот. Есть, Архан, такой момент, то, что напрямую, как бы, здесь я постараюсь включить с телефона видео, не знаю, как пройдет запись и как будет слышно. Здесь есть моменты очень нехорошие, как бы, со стороны силовиков. А что это имеется в виду? Ну, было такое, то, что неоднократно людей, в основном приезжих, да, с азиатских республик, может быть, у них что-то не в порядке там с документами, или виза просрочена, или, может быть, просто вот запугивая силой, выбивали из них показания против мечети. Против конкретно вашей или вообще? Против, конкретно против меня, против мечети нашей. А что там на видео? Я постараюсь показать. Нет, подождите, что на видео? Без комментариев. Я так не увижу в любом случае. Ага, человек, просто мы снимаем. Расскажите мне, пожалуйста. Да. Соседняя, вот буквально соседняя область нашей регионе, Челябинская область, мне говорят, формально люди ходили в мечети Центрального духовного управления мусульман. Уехали около ста человек в Сирию. Ну, за прошедший, может быть, там, за позапрошлый год там, или... И что? И что из-за этого стало поводом, что в тех мечетях там убрали имамов, или закрыли мечеть, или как-то, или разорвали отношения, или что-то такое. Ничего подобного. Так же и мы. И мы, в общем-то, здесь не лукавим нисколько. Может быть, даже многим из числа мусульман не до конца, понятно, нет времени у нас еще довести, объяснить вот истинное положение, что ученые говорят. А скажите, пожалуйста, почему вот к ним так, а к вам это? Не устраивает власти именно ваша личность, как и мама, или не устраивает там... Я этого искренне не понимаю. Я этого искренне не понимаю. Почему к ним так, к нам это? Я искренне считаю, что я никаких поводов не давал. То есть, ну, я не знаю, какое мое происхождение или биография может их настораживать. Но даже если это так, ну, ведь они узнали, может быть, даже об этом совсем недавно, когда я стал только недавно об этом говорить. А подождите, если это не так, что именно вы имеете в виду? Нет, ну, приходит, как бы, по-моему, там, предпоследняя или предпредпоследняя проверка была, были сотрудники ФСБ, они мне сказали, когда это самое, что вызовут туда, к ним в контору, в ФСБ. Вот. Ну, и я что-то в сердцах, я говорю, ну, и говорю, там, моего деда в 38-м году расстреляли там, на Ленина-17, в общем-то, и они говорят, ах, ну, если это для вас, ну, мы тогда можем в другом месте... Они сделали вид или не знали, допустим, биографию моей семьи. Мой дед был действительно расстрелян в 38-м году по обвинению, там, шпионажа в пользу Германии и то, что он... То есть, вы полагаете, что они думают, что у вас есть как бы внук на власти за дедушку? Ну, не знаю. Я ищу объяснение этому. Может, нет. Они сделали вид, по крайней мере, может быть, действительно не знали этого. Я понял. Спасибо. Да. Хорошо. Я тогда жду вот от вас дедушки. Да. Архан, в общем-то, смысл понятен, да, то, что вот мы хотим сделать, почему с вами связались, потому что увидели какое-то положительное сыграло, то, что мы постарались привлечь СМИ и в этот раз. Вот последняя проверка была в прошлую пятницу. Пришли, опять ОМОН отцепил мечеть. Проверка паспортного визового режима. Отцепили мечеть и фактически уже судебные приставы, нам пять дней дано освободить здание, они в прошлую пятницу после молитвы отцепили мечеть. Я выхожу к ним, в чем дело? Нет, мы, говорит, мечеть заходить не будем, у нас нет ни обыска, ни проверки, ничего. Вот. И вот такое вот безобразие в прошлую пятницу опять. Потом они зашли в мечеть, но я так думал, они до вечера останутся, потому что они думали, что в мечети кто-то скрывается от них, кто-то без документов или с просроченной визой. А когда мне стали на телефон при них названивать с разных каналов, когда узнали уже четвертый канал и другие, стали назвать, что у вас там опять происходит, что творится, мы слышали, что у вас опять какой-то обыск или что-то. Поверите, 15 минут не прошло, их как ветром сдуло, они исчезли. Я понял. То есть время вечерней молитвы даже не наступило, они исчезли меньше, чем через 15 минут после того, как видели, что со всех каналов начали названивать. То есть смысл в том, чтобы вот это то, что происходит с нами сейчас, предать это максимально, предать огласки. Я понял. Вы ищете защиту у прессы от произвола? Нет, мы защиты ищем у Аллаха и в первую и последнюю очередь надеемся на Всевышнего Аллаха, на его защиту. Делаем, создаем причины, которые Аллах нам оставил. Вот. То есть, потому что на нас также ответственность, чтобы люди не сказали, что были причины, вы сидели сложа руки. То есть этого нет нашей религии. Оставление причин это глупость. Оставление причин это глупость. Полагательство на причины это многобожие. Хорошо. А это сам. Да. Хорошо, я понял вас. Спасибо за рассказ. Я постараюсь с чем-то вам помочь.